И вот конь бледный И небо скрылось, свившись, как свиток. И цари земные, и богатые, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть и ад следовал за ним. Жуткие камеры. И в страшном сне такое не приснится. А что это? Плод больной фантазии? Или предупреждения? Плод больной фантазии? 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Один потоп уже был в истории человечества. Однако что он изменил? Разве люди стали иными? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы создали мощную цивилизацию, изобрели хитроумную технику. Изменяя мир под себя, мы достаточно комфортно устроились. Но откуда такие страшные фантазии? Ради забавы? Или все же где-то там в подсознании живет тревожное чувство вины за все зло, сотворенное человеком? Или это просто ощущение реальной беззащитности перед силой земных катаклизмов и битэйнственным космосом? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Неважели человечество может исчезнуть раз и навсегда? Конец света, апокалипсис, судный день. Эта тема стала слишком популярной в современном искусстве. Автор множества кинофильмов, книг, газетных статей, журнальных публикаций увлеченно рисует нам леденящие душу картины конца света, гибели человечества, ядерная война, глобальные катаклизмы, вторжения из космоса. Вариантов много. Не странно ли, что эта тема столь популярна в современном обществе? Все мы боимся конца и пытаемся избежать его, и в то же время мы как бы предчувствуем, что финал будет. И главным поводом для этих страхов является технический прогресс. Ведь именно он вызвал глобальные изменения на планете и поставил человечество перед вопросом, к чему мы идем. Современные научные технические достижения таковы, что, говорят, уже сейчас какую-то небольшую дозу только стоит взорвать, каких-нибудь там ядерных сил, и человечества не будет. Только несколько, может быть, одна какая-нибудь ампула взорвется с какими-то бактериями там, и человечества уже не будет. Современная наука о чем говорит? Вот, например, академик Моисеев в своей интересной книге «Быть или не быть человечеству» прямо пишет, что вторая природа или техносфера уже рассматривается многими как тот монстр, который породило человечество, но с которым уже встретиться, с которым справиться оно уже не сможет. И он дальше говорит, что катастрофа, в частности, он говорит об экологической катастрофе, так может произойти столь стремительно, что никакие средства технические уже не помогут. И эта катастрофа, обращаю внимание, может произойти уже не когда-нибудь в будущем, а уже, возможно, в середине XXI века. Жизнь – это необъяснимое чудо. Даже наука пришла к этому выводу. Но она же открыла возможность легко уничтожить все живое. А-а-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! КОНЕЦ